всем привет всем привет возле этого возле свинарника да диана пошла подкармливать а я хочу здесь маточник сделать отдельную комнатку такую потому что скоро рожать будет да вот это мешать ну где-то лежит на 1 те и учетом опять гоголь-моголь наготовила я по вылазить услышали давайте 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 дай наложить няша как тетлина справляется он не получается на морду бывает ах ты зараза такая рушан нет это не смешно он видишь лица сколько сейчас вылезут 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 на учет лена неспокойней а ей понравилось видимо головой ведро я подумала надоедай вот здесь назад 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 все 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 закрывает сказали там написали что аккуратно пятачки нам потихоньку же не сильно закрывая стройка да но это ближе к вечеру мы будем прокладывать трубы потом засыпать ну да тележечку засыпем сейчас надо сделать ей маточник потому что вот здесь слишком большое пространство тихонечко я хочу сделать отдельно чтобы более такое как нора было сюда ну как деть коля подсказал как он держал раньше тоже кроликов кроликов здесь такая вот штука просто приколачивается здесь вырезается отверстие и все и она там уже спокойно а здесь такой люк опять не купили дома что надо есть у меня открывается потому что не все оказывается кролики потом эти маленькие выживают бывают рождаются мертвые так просто будет удобней если он вовнутрь вставляется надо вытаскивать постоянно проверять это неудобно я думаю здесь куда лучше знает удержал ну да да и так действительно будет проще залезть посмотреть чем допустим пока туда там плюс утеплил да и плюс теплее будет потому что здесь все таки большое пространство а там получится маленькая коробочка плюс она накидает пуха туда и крольчатам будет комфортнее потому что не знаю сколько она она может много принести а может всего 2 2 допустим для них вообще должно быть такое маленькое пространство а по природе вообще кролики они в норах делают они норы выкапывают там небольшой такой закуточек делать буквально туда зашла клубочком свернулась покормила их и вышла оттуда привет звездочка водичка есть все есть так вот у меня осталось солома да ну там вот это то что она не съест грубо говоря она осыпется а вот именно эти палочки которые нас грызет они остаются вот так принципе везде везде даже кормушки которые вот так отдельно сеточные идут она видимо это она не приучена но уже допустим она не так шугается как изначально полная кормушка ячменник амбикорм как утром насыпали до сих пор у нас куры в свободном выгуле она где-то если что-то разбросала куры здесь собрали да как говорится безотходное производство называется это дерутся до этого снова как это няша на нюху она себя хозяйка чувствует да мы и светленьку привезли и поэтому она там хозяйка идем сюда хотя в новый дом и обоих перевезли ну да но все равно конечно инстинкт остался в она там власть почувствовала и все и она теперь здесь властная стала поэтому кстати дядя коля говорит что самое в хозяйстве противные это козы да да потому что год весь сад который вы посмотрели придется выковырчивать уж так как не завязывать что не привязывая все равно год она рано или поздно она оторвется если она оторвется она сожрет все год попереломает погрызет все поэтапно потихоньку дом надо закончить ладно дрессирую и и так замерю размер крольчатника ну сантиметров 60 сделаю маточник нормально вот они уже привыкли не терпится когда уже мы их выпустим полетать хотя я вот изучал буквально вот сегодня читал что первый запуск голубей должен быть в дождливую погоду да не знаю почему это с чем связано почему именно дождь а еще им как-то крылья короче этот перевязывают чтобы они далеко не улетели кто-то берет перевязываю до ниткой берут крыло какое-то маховая перевязывают чтобы далеко не могу улететь но там есть где-то опасения что голубь может попытаться улететь взлететь и может упасть вот поэтому ну ценители рекомендуют именно лучше набраться терпения и подождаться чуть больше трех недель чтобы они провели в запертих тогда они привыкнут а так не торопиться потом пуговицу навязывает на крыло вот но это когда допустим ты приобрел там новую голубку голубя тогда рекомендуют именно потому что у тебя другие голуби летают чтобы их не запирать именно обвязывать крыло чтобы допустим дальше крыши там голубь не улетал вот такой вот получился маточник здесь у нас двухуровневый пол дано залазит здесь она будет кормить рожать и будут кратчата и потом когда она будет вылазить мы смотрели что большинство они рожают дали да вот и здесь специально такая ниша получается внизу чтобы когда она вылазить чтобы допустим крольчата когда они там но и сосуд от сосков могли оторваться да и остаться вот здесь и в теплом месте где-то соломка пух ее вот он спокойно выйдет туда вылезет дальше и будет кушать инструменты убирать у нас дождь пошел погода непредсказуема по прогнозу вообще даже нету дождь пошел ночью к чему а работать вообще у нас такой хороший дождь прошел по нашим скороходам видно да да и чтобы это крольчиху не пугать пока будем укрепить маточник высверливать там комнату будет мы пересадим пока в летний душ все страшно здесь пускай все пусть пока там погибеть не так поймать трудно просто это подальше побежите туда давай беги своим свою новую норку ты чё такая пугливая заяча порода больница попа поместилась на все отлично когда посмотрим потихонечку она уже убежала она уже здесь она проголодалась скажи там сидела целых десять минут вот смотрит какой-то домик странный мне еще один расширение предела жилплощади я уже трехкомнатная квартир ты понимаешь увеличили жилплощадь это мокрое хорошо утрамповывается но у нас земля здесь высохнет я думал быстро потому что у нас батареи здесь ну вытянет конечно видите стоят батареи сейчас быстренько выкинь все сейчас еще принесу ну слушай не спрашивай меня мягкая ты тоже на улице да? ну да он потом не в голову маску дать? давай откроем окно Роша открой 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 окно на дурки нафиг плохо что сложного нету да? да вот этого я не знаю может в те времена не было еще сложного да почему нет сложного вообще во всем доме где вот пластиковые окна у нас с открыванием нет сложного открывания ну может быть сэкономили она дешевле немного получается одень куртку ага в куртке еще неудобно купить ты что? блин интересно какой здесь фундамент меня это интересует поскольку он глубоко будет уходить ну слушай давай тогда маску денешь ли закрой окно или возможно дышать? нет услышали здесь вот я приготовила корм здесь вот у меня я сейчас варю суп и получается я мясо сперва оно у меня только закипело я сразу бульон выливаю мясо мою и заливаю новой водой чистой и вот за все что я вот сюда вот выливаю свиньям чтобы не переводить ничего вот они с удовольствием это пьют рушан ты что пугаешь помочь? что ты будешь? ну давай вот так вот а не блин смотрите он еще стоит по колено эх вы нельзя нет 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 вот давайте ешьте там еще видишь приправа у меня осталось все 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 что для счастья надо стоят по колено нормальные люди а? ага все как нормальные свиньи это ужин у них хороший 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 мой такой хороший хороший а ты вредная вредная в соломости ага все 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 буду драться вот так нет няш нет смотри что творит а? вот так нет Нюша ты не подходи да она вот это гоняет ее не знаю ей все самое вкусное достается всегда это у многих и разделяли кормушки что только не делали ай не сталк даже с какой стороны подойти она стоит ага иди сюда здесь так ты почему себя так ведешь а? а? ну сейчас испачкаешь руку сломает да не надо она знает что там повкуснее хотя какая разница ой хотела ее погладить а что у нее там возле глаза как царапина какая-то ты видел? у кого? вот вот у нее смотри вот здесь вот она тендал что ли? нет вот царапина ты что творишь ушастый? они бывают любят эти вот здесь ех ну а как откуда у них что? когти что ли? так клыки есть это же родичи кабанов здесь клыки есть им не обрывают не обрывали слушай что творит а? 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 ешь нормально скажи я тебе сейчас палец откушу а? 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 он бежит ну все пойдем спокойно домой ешьте и спать ложитесь опять играл опять играл слушай все отпустили он не понимает что происходит что и толкает мы трубы проложили и забыли вам показать начали уже поехали за землей начали все засыпать сейчас вам немного покажем как все получилось здесь а то увлеклись уже засыпали все получится быстро быстро быстрее все уже да не получится рушан быстро это наоборот столько времени занимает ну я говорю и занимает и да но хочется все быстрее сделать здесь уже утрамбовал все под трубой все под уклоном идет сейчас получается здесь ну почти вот начало фундамента идет а туда уже уходит уже ниже намного фундамента идет здесь у нас получается с ванной будет выходить труба я просто ее завел туда потом врежусь ну грубо говоря подсоединюсь уже ну ванна все унитаз и вот все будет уходить спалили в дивану а это не должно было на камеру попадать как как без этого да тут уж тут уж никак как говорится ну кто давно с нами тут поймет где ванной будет а кто недавно подключился это еще секретик для вас тогда вот здесь кстати вот насколько у нас фундамент видите сантиметров 30 да 35 да нет больше сантиметров 40 50 сантиметров а что ты мне сказал что 30 так это я сначала начал копать думаю о закончился потом бак смотрю еще там получается подушка идет вот сантиметров 20 вот а так вот туда будут уходить сейчас чуть-чуть у нас погода этот плюс пойдет так у нас уже плюс завтра можно начинать чтобы оттаяло а ну да мы еще мы уже пробовали тоже землю копать у нас там вот настолько промерзло вот ну как бы плюс бетон там сейчас ветер немного успокоится еще там прокопаем уже в саму яму причем заведем трубу сюда здесь подсоединимся все и можно будет уже эту комнату засыпать потому что будем заливать пол с этой комнатой начнем ровняться будем вот этому фундаменту вот так черновой полeston зарит потому что потом сам пол где-то вот так вот От этой комнаты будем уже плясать Потому что здесь, во-первых, и фундамент такой более-менее ровный Я думаю, он по периметру должен был быть ровно залитый Но здесь он более-менее сохранился Потому что по всем комнатам, если пройти, там осыпалось всё Не знаю, с чем это связано Как заливали фундамент или что Цемент ломал, пожалели Ну, не знаю Будем равняться по этому и пойдём уже дальше А засыпать пока начинаем стоим в комнате Потому что постепенно засыпаю, засыпаю Чтобы тележку потом можно было катить В ту комнату, потом в эту комнату Вот такие вот Сейчас потихоньку, в принципе, будем засыпать Да, мы съездили ещё один прицеп Привезли земли Здесь уже вон трамбовывается всё Спрашивали землю мокрую, почему засыпаем Ну, влажную У нас здесь, смотрите, сколько батарей там Сколько там, сколько здесь дома Очень жарко До момента, пока мы всё засыпем Оно всё высохнет Уже вода вся испарится Вот Как бы и земля, она не настолько влажная, да, она немного сыроватая Вот, но это плюс, потому что она, видите, трамбовывается Буквально, ты прошёлся немножко Банман такой Да, мы прям ходим часто Лопату даже не вгонишь, потому что она не трамбовывается хорошо А влагу всё вытянет Стараемся, чтобы быстрее всё это Дома хорошая температура идёт Так, это нормальный путь Она ещё в землю уходит вот настолько Вот, видимо, их выкладывали, потом засыпали землёй Вот, потому что они там хорошо сидят На такой подушке бетонной Потому что в углу бы я вот блок докопал В этот блок я один выкапывал, разбирал Вот, там они хорошо сидят Так что вот, получается, у нас будет сетка ложиться сюда И заливаться черновой пол Плита получится такая, огромная плита Которая будет ложиться вот на эти тумбы И никуда как бы не просядит Даже если где-то глина там, ну, земля со временем просядит Как бы на пол это никак не скажется Потому что пол будет лежать вот на этом А в момент, когда будем заливать Он, в принципе, будет давать поддержку Достаточно будет 2-3 дня, чтобы он схватился И всё, как он схватится, уже потом пофиг будет Пусть он там проседает Он на эти тумбы ляжет И нормально всё будет Вот такие вот дела Сейчас будем дальше засыпать землю Какая дверь у нас, видите Хорошо, что мы новую не поставили А хотя, как хотели, да, новую поставить дверь? Где бы хана была бы Тут ходишь, носишь всякие Намного телегу привезли Больше не можем накидать Потому что он приседает на прицеп Садится хорошо Видите, чуть ли не по полу идёт Земля тяжёлая само по себе Я думал, больше будет А тут, получается, закидываешь Потому как сел прицеп Понимаешь, ага, тяжело Но до этого блоки возили Получается, загрузили 970-980 килограмм эти блоки весили И прицеп вот сидел, можно сказать Тут точно так же Я по рессорам смотрю И тут, получается, земли тоже Примерно столько же по килограммам Хочется больше Чтобы по сто раз не ездить Но Жадность, как говорится, может фраера погубить Потом без прицепа останемся Да Это и так наша палочка-вручалочка Она уже столько КГС Прицеп себя давно уже оправдал И вправду Сейчас бы трактор нанимали бы Всю эту землю вывезли Да элементарно Сколько мы мусора вывезли Две с лишним тысячи Там, чуть ли не три тысячи Заплатили И мы вывезли, да За 40 рублей Ну и бензин там, ладно 100 рублей Потому что здесь недалеко А возили сколько рисов А дрова сколько возили Элементарно В Павловскую мы ездили Что-то там покупали Доставка С Павловской, допустим Стоит 500 рублей доставка С Краснодаром В Краснодар мы ездили Тоже Что мы там грузили Не полночка В Краснодар вообще доставка Там 4 тысячи за 100 рублей 4 тысячи стоит доставка Ладно, руж дует Наверное, в камеру задувает Все, мы пойдем работать Нинсечка Пошли домой В тепло Всем хорошего вечера Если что, позже включимся Покажем Сколько Насколько Прицепа там хватает Закидать Земли Ого С разбега Не получилось Ого И ничего Ну да Ну и все Буду выравнивать Так, все Мы досыпали сюда Все Можно сказать Выравнили Одна комната Готова Здесь получается В процессе В процессе потихоньку Сколько утрамбуем Потому что будем Будем еще ходить Дальше пойдет Эта комната Но это будет уже После того, как мы выведем Трубы на улицу Вот туда выведем И все подсоединим Здесь будем Засыпать уже здесь А так пока все Наша, можно сказать Самая большая комната Готова Самое такое сложное Было то, что Сделали